всем привет добро пожаловать на мой канал я решила поменять обстановку ибо погода позволяет а дома мне все мешают записывать видео и меня это честно говоря немного убивает из эмоциональной стабильности скажем так поэтому я подумала почему бы нет раз погода позволяет и может быть вам будет интересно посмотреть немножко на весну во франции правда тут просто тупо все зеленые потому что сижу на холме жалко вы не видите там шато ой да извините пожалуйста не будет очень сильно меняться свет потому что такая погода короче ладно что я вокруг да около хожу я решила сегодня вам рассказать о пяти моих любимых моментах жизни во франции скажем так 5 плюсов жизни во франции они очень субъективны но все-таки я сомневаюсь что вы заходите на канал посмотреть только на мою мордашку вам все-таки нужно немножко что-то рассказе про францию логично логично прекрасно поэтому сегодня будет такое вот быстренько экспромт видео ну как экспон на самом деле она не экспромт она уже давно заготовлены но идея не появилась достаточно внезапно и начнем с первого пункта что мне нравится во франции как вы можете видеть сегодня 5 апреля уже есть вижу просто в кофточке во франции мне нравится климат более мягкий климат конечно понимаю что понятие климат достаточно такое относительное потому что можно там не знаю приходите субтропиков сюда и покажется что холодно можно приехать из такого региона как я из прибалтики покажется что в принципе ничего так нормальненько получается здесь и получается вот что вот что у нас получается да мне действительно нравится здесь климат он намного более мягче я говорю конкретно про нант и про париж тому что климат примерно одинаковый все это можно описать тем что зимой здесь редко опускается пока температура до минус 2 а если опускается ну да окей два дня будет там минус 2 окей может быть минус 5 и все как бы это просто мне кажется максимум холода здесь снега тоже почти не бывает никогда я например снег ни разу здесь не видела за что в этом году было чуть-чуть но я была в латвии в сугробах поэтому вот и бета здесь достаточно теплая начинается что весна и осень здесь достаточно плавные не резкие и поэтому нет абсолютно никакой необходимости иметь там не знаю пуховики для разного типа погоды более утепленную обувь термобелье как бы можно обойтись абсолютно без этого и как бы это здорово это действительно очень облегчает количество вещей в гардеробе потому что ну даже сравнивая своим гардеробом в латвии у меня должен быть пуховик такой у меня должны быть варежки такие рукавицы такие шапка такая шапка сика и шапка для метели шапка просто когда дождь и здесь конечно же все намного приятнее в этом плане второй пункт заключается в том что по франции в целом очень красивая архитектура история вас поджидает на каждом шагу музеи большое количество музеев короче одним словом эстетика эстетика просто бьют ключом здесь и я не знаю нужно быть просто каким-то бессердечным человеком чтобы не ценить то что происходит то что находится вокруг и когда только приехала в париж первый раз конечно это меня просто пленила и когда мне сказали хочешь во франции когда-то хочу хочу потому что даже и я считаю что я родом из очень красивого города но у меня всегда болело сердце за то что у нас очень много зданий в риге которые не реставрируются за которыми не ухаживают у которых очень такая противная окраска я думаю что те кто из питера тоже могут понять что потому что архитектура примерно одинаковые в риге и питере и короче блин я всегда ходил и думал вот блин как у нас красиво но могло быть красивее и это я уже из красивого города я не знаю что было бы со мной как бы у меня разорвало сердце от от радости того что все такое красиво и будь бы я из какой-то провинции где вообще ничего кроме хрущевок не стоит и короче да франция это конечно удивительное в этом плане место пропитанная просто культурой и я даже добавить нечего это просто прекрасно третий третий пункт который мне нравится во франции то что франция очень разные маленький спойлер франции не ограничивается ниц и не ограничивается парижем и даже на там не границ во франции намного больше разных мест мне нравится что в франции можно оказаться на средиземноморье это не знаю ницца марсель 5 более итальянской кухней смотреть итальянское барокко итальянские домики в ницце потом можно оказаться в горах в альпах можно оказаться в Страсбурге, где очень сильно влияние немецкой культуры, пива, не знаю, что там еще едят, брецели. Можно оказаться в столице, не знаю, ну Париж, да, окей, можно оказаться в столице Парижа, где везде османская архитектура. Можно поехать в Британь, где люди вообще очень часто не ассоциируют себя с основными французами, там существует собственный язык, свой собственный порядок, своя собственная история. Можно приехать в Тулуз, где обычные французы не понимают французов, которые говорят из Тулуза. Так что да, это просто очень интересно даже почитать историю, как развивались события в определенных регионах, потому что нет одной истории Франции. У Франции очень много разных историй и лица культуры. Четвертый пункт, который мне нравится во Франции, это понимание того, что здесь действительно высокий уровень жизни. И я не говорю про вездесущий евроремонт, только про чистый транспорт и только про чистые остановки, и только про доступность, не знаю, всяких страховок социальных. Я больше говорю про то, что... Давайте на примере. Мне нравится, что здесь я могу видеть инвалидов на улице. И я как бы рада не тому, что это инвалиды, что у них вот так вот сложилась судьба, а более я рада тому, что они имеют возможность выходить с света, они имеют возможность совершать покупки, ходить в кино, заниматься, не знаю, какими-то хобби. И это абсолютно нормально, получать образование для инвалидов и все такое, потому что общество адаптировано для них. Здесь люди платят налоги, и эти налоги действительно возвращаются в коем-то мере тем, что таким людям создается возможность чувствовать себя ячейкой общества. И это здорово, потому что даже если мы берем в пример то, как относятся к людям в Латвии, даже... Я уже молчу про то, что тупо инвалиды в Латвии являются каким-то уже таким, знаете, потраченным материалом, которых просто... Окей, если у тебя есть родственники, тебе повезло чуть больше, если у тебя нет родственников, но в принципе это люди, которые живут заперти в своих пансионатах и у себя дома, потому что они банально не могут спуститься из своих, не знаю, пятиэтажных хрущевок погулять, потому что там нет лифт. Потому что там нет пантуса. Да и в принципе здесь люди как-то спокойно относятся к себе, у них больше уважения друг к другу, у них больше уважения именно к твоим интересам. И как-то уровень жизни, он сильно связан с тем, как люди себя ведут. И здесь действительно человек — это человек, это личность со своими интересами, и его нужно уважать просто за то, что он человек. Его нужно... Нельзя его дискриминировать. Нет, конечно, дискриминация скрытая тоже бывает, но в принципе здесь никому какого дела нет. Есть у вас лишний вес, нет у вас лишнего веса, прыща вы или нет, потому что вы человек, и у вас есть право на полноценную жизнь. И это касается инвалидов. Он не выбирал. Поэтому общество его принимает таким, как он есть. В то время как в Латвии чувствуется, что из людей выжимают последние люди — это ничто, это какое-то пушечное мясо. И опять же, не говорю про инвалидов, они просто где-то на отшибе, у них просто... Ну, сори, тебе не повезло, тебе государство особо заботиться не будет, будет какая-то пенсия в размере 100 евро максимум, ну и как бы все. Поэтому за это я уважаю Европу, и я готова платить, может быть, побольше налогов, но чтобы эти налоги возвращались в виде таких социальных возможностей для людей, которым действительно нужна помощь. Ну и последний пункт будет про еду. Я не буду сейчас пить дифирамбы французской кухни, потому что, ну, во-первых, да, и все так понимают, что французская кухня — это что-то исключительное, да, и французская кухня также разная, и она зависит от каждого региона, в каждом регионе своя специальная елита, потому что каждый регион развивался по-своему. Но я буду больше говорить о отношении французов к еде. Когда я только приехала, мне казалось это очень странно, что французы едят по расписанию. У меня даже было одно видео, где я как-то, ну, типа, сделала смешно, что девочка севера, я ем когда хочу, и это их дико удивляет. Но сейчас я поняла, что, в принципе, в этом есть свои плюсы. Окей, я когда приехала, думала, какого хрена вы тратите 2 часа на то, чтобы поесть среди бела дня? Вы же тратите много времени, вы могли бы сделать много полезных вещей. А сейчас я думаю, ну, блин, а что нет? А какие плюсы в том, что я поем сухомятку, буду чувствовать себя потом нехорошо, у меня будет какое-то несварение или что-то типа того, когда можно спокойно сесть, поесть, не сэкономить на еде? Ведь действительно, наверное, в каком-то мере мы то, что мы едим, и мы то, как мы едим. Потому что, ну, о каком может быть речи, какая речь может быть о здоровье? Если мы едим сухомятку, черте что, очень быстро, или иногда вообще не едим, мне кажется, вот с таким отношением к еде, как французы, шансы на гастрит немножко все-таки поменьше. И мне кажется также, что вот эта вот их любовь к еде также сказывается на том, что они, скорее всего, сэкономят на какой-нибудь новой шмотке, но они не будут экономить на еде, что мне кажется тоже верно, потому что в первую очередь надо быть здоровым человеком, нормально поевшим, и только потом уже можно думать о других каких-то экстеншн, чтобы сделать себя привлекательнее. Вот, и все-таки это как бы основа бьенет, прекрасного самочувствия, это хорошая, правильная еда и нормальный... Короче, мне нравится их культура питания, вот, я к этому и веду. Через неделю выйдет вторая часть этого видео, в котором я буду рассказывать уже о негативных, лично для меня моментах в жизни во Франции, с которыми мне достаточно сложно смириться. Но на данном этапе я предлагаю вам поставить лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте также подписываться на мой инстаграм, потому что там я тоже частенько рассказываю какие-то бытовые приколы своей жизни во Франции под разными хэштегами или просто какие-то картинки французские. В общем, не льстит, когда там тоже нажимают на лайки, когда там можно тоже что-нибудь пообсуждать. У меня там еще в команде есть несколько прикольных инстаблогеров. Короче, да, не стесняйтесь, подписывайтесь. Но на данном моменте я с вами попрощаюсь, потому что солнце просто безбожно слепит мне глаза. Извините, если у меня такие глазки-черточки. И я вам пожелаю всего хорошего. Так что безу-безу.